Добрый вечер! В эфире Вести Кабардино-Балкария, в студии Наталья Юсупова. И коротко о наиболее заметных событиях дня. Как перейти от инноваций на бумаге к реальным проектам? Эту проблему сегодня обсудил Общественный совет при правительстве республики. Позитив для паутины, тонкостям работы в сети учат в Натальщике начинающих блогеров. Полмиллиона на спектакль. Театры республики готовы показать, на что пошли президентские гранты. Финансировать науку по остаточному принципу нельзя. Таков основной вывод, который сегодня сделали на заседании Общественного совета при правительстве КБР по научно-техническому развитию. Участие в нем принял первый вице-премьер Казиму Инаев. Обсуждали план работы на год, но именно он и вызвал большинство вопросов. Наталья Булат подробнее. Вопросов в области науки и техники в республике так много, что рассмотреть их года не хватит. Начал заседание председатель Кабардино-Балкарского научного центра РАН Петр Иванов. И тут же добавил, обозначить проблему мало, надо предложить ее решение. Природные ресурсы имеют свойство заканчиваться, потому мировые державы инвестиции вкладывают в инновации. Республике нужно пойти по этому же пути, считают общественники. Власти Кабардино-Балкарии идею готовы поддержать. Сегодня у нас наука сама по себе, промышленность сама по себе. Вот что самое страшное. Наука должна работать для промышленности. Ученый человек должен внедрять все свои предложения и при этом получать нормальное денежное вознаграждение. Только как понять, действительно ли проект принесет дивиденды или научная работа будет положена под сукно. Именно профильный общественный комитет поможет найти ответы на эти вопросы, надеются члены Кабинета министров. Тогда и реализация госпрограмм, и закон об инновациях заработают в полном объеме. Инновационный проект должен пройти государственную экспертизу и конкурсы. Мы ежегодно запрашиваем Минэкономику, ежегодно получаем ответ, что таких экспертиз не было, конкурсы не состоялись. И в соответствии с этим инновационная программа не была создана. Инвентаризация научно-технических разработок, проблемы малого и среднего бизнеса, создание фонда инновационного развития КБР по каждому из направлений. Общественный совет определил рабочие группы. Именно им предстоит провести анализ и предложить свои варианты развития. Наталья Булат, Аслан Хандоха, Вести, Кабардино-Балкария. Кабардино-Балкария в позитиве. Школа блогеров в Нальчике продолжает обучать новичков. Сегодня в Молодежной палате парламента прошел очередной мастер-класс для юзеров. Как работать на имидж региона и распространять новости в виртуальном пространстве. В тонкостях сетевого пиара разбирался мой коллега Тахир Дадуев. Второй этап школы блогеров Молодежная палата при Республиканском парламенте провела под девизом «Кабардино-Балкария в позитиве». Ситуацию, когда поисковые системы при запросе КБР выдают новости, словно из горячей точки, нужно менять. Так считают организаторы. Согласны с этой точкой зрения и приглашенные гости. Работать надо честно, добросовестно и имея в виду, что мы защитники нашего отечества, родного, да, Кабардино-Балкарской республики. На грязь надо оппонировать однозначно, да, но оппонировать надо с умением и агументированно. Школа блогерства в нашей республике молодая, но уже активно о себе заявляет. Из всех регионов СКФО подобное профобъединение есть только в Дагестане. «Нам сегодня нужен каждый блогер. Сегодня в Кабардино-Балкарии не так много, можно сказать, таких постоянных блогеров, их человек 50. И вот мы хотим увеличить эту цифру и, конечно, постараться, чтобы у них был некий институциональный рост, чтобы они вот качественно писали». Сегодня мастер-класс дала Марьяна Гендугова, известный в благосфере специалист. В чем разница между черным и белым пиаром? И есть ли между ними золотая, а точнее серая середина? Какие методы эффективнее в убеждении читателя? Начинающие блогеры получили ответы на эти и многие другие вопросы. «У меня такой вопрос возник к вам. Несколько даже вопросов. Поднимите, пожалуйста, руки те, кто пользуется социальными сетями или форумами, или блогами, или микроблогами». Сами блогеры убеждены, позитив в интернете сам по себе ситуацию в республике изменить не может. Необходимо прилагать усилия не только в виртуальном пространстве. «Есть такое мнение, что создаются школы блогеров, проводят для того, чтобы создавать каких-то зомби людей, которые будут писать только в одном направлении, только о позитиве, позитиве, еще раз о позитиве нет. Сегодня этого делать нельзя. Сегодня блогеру или тому молодому человеку, который хочет стать блогером, надо просто рассказать, что это такое. А дальше он уже сам выбирает путь, в котором он будет развивать свой блог». Из просторов интернета блогеры в ближайшее время выйдут в реальную жизнь. Следующие встречи они решили устраивать в курортных зонах и на производстве, чтобы своими глазами видеть то, о чем пишут. Тахир Дадуев, Заур Конкулов, Вести, Кабардино-Балкария. Продолжаем выпуск. Возбуждено уголовное дело по мошенничеству в отношении чернобыльцев Кабардино-Балкарии. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета республики. В хищении денежных средств, полученных ликвидаторами аварии на АЭС, подозревается жительница Нальчика Лера Алхасова. Именно она, напомню, предложила в 2011-м чернобыльцам обратиться в суд с требованием возмещения морального вреда и пообещала помочь за процент от выплата. В суды Терского района и Нальчика было подано более 400 исков, и все они были удовлетворены. Заявители получили в общей сложности свыше 600 миллионов рублей, однако Верховный суд республики в конце прошлого года отменил эти решения как несоответствующие российским законам. Ликвидаторов обязали вернуть полученные компенсации. Однако последние к тому времени потратили их половину, отдав Алхасовой. Ситуация получила широкую огласку. Чернобыльцы продолжают добиваться отмены решения Верховного суда. Между тем, в ряде СМИ появилась информация о том, что действовавшая от имени ликвидаторов Лера Алхасова на тот момент якобы являлась сотрудником Минтруда. Сегодня в министерстве сделали официальное заявление. Официально заявляю, что Алхасова Валерия в 2008 году была уволена из министерства и занимается частной практикой. Также мы убедительно просим не связывать Министерство труда и социального развития КБР с ситуацией, возникшей вокруг выплат чернобыльца. Кабардино-Балкария приступила к севу ранних яровых культур. Как сегодня сообщили, в Минсельхозе республики уже посеяно 600 гектаров овса и 110 ячменя. Земледельцев несколько притормозил выпавший накануне снег, но они намерены уложиться в оптимальные агротехнические сроки. Между тем, наверстывать упущенное сегодня приходится овцеводам. Традиционно сильная в республике отрасль переживает не самые лучшие времена, но подвижки уже есть. С реализацией мяса проблем не возникает, хуже ситуация с шерстью. Выправить положение должен федеральный проект «Текстиль» в рамках 7-летней стратегии развития легкой промышленности. Поможет ли он одному из ведущих оптимальческих предприятий КБР, выяснял наш специальный корреспондент Сафар Гириев. Раньше хватало именно, совхоз шерсть давал и долгого не было, рассчитывались. А сейчас получается, что шерсть постригли, не знаем, куда ее деть. То, что сегодня овцеводство нуждается в господдержке, известно всем – и чабанам, и властям. Рентабельность отрасли пока невысока – всего 10%. А расходы на производство шерсти, говорит руководитель племеновцев завода «Степной», практически равны выручке от реализации. Отрасль слишком долго развивалась по инерции. За это время мир переориентировался только на мясное направление. Это раньше колхозы могли целый год жить на средства от продажи золотого руна. В ВСЦР стабильно работали более 120 предприятий, покупавших шерсть. Сейчас их осталось около десятка, да и то не все платежеспособны. Если зарезал овцу, то мясо только ушло, больше ничего не осталось. А шерсть – это каждый год, это какой-то доход и, в конце концов, плюс именно животноводство. Я думаю, если будет спрос шерсти, как раньше он был, и хорошего, это будет подспорь именно для хозяйства и для животноводов. Проблем с кормами нет. Их в совхозе хватит до нового рожая. Кадровый вопрос тоже решен. Бригады чабунов укомплектованы. Сейчас в хозяйстве самый ответственный момент – окот. Воспроизводство отары – приоритет в работе овцеводов. Сегодняшний показатель уже огнят больше, чем в прошлом году, но еще окот не закончился. Надеемся, что и сохранность животных будет такая же и не хуже, чем наметили. Вот только удастся ли в итоге остаться с прибыли, животноводы пока не знают. Подвижки есть. Производство шерсти, как и развитие всего овцеводства, с некоторых пор субсидируется государством. Вот он, яркий представитель северокавказской мяса, шерстной породы овец. Подрастет будет, приплод будет мясо, а с шерстью опять проблемы. Овцеводы Юга России надеются, что усиленное акцентированное внимание мясоохоза России к этому вопросу наконец-то звенит дело с мертвой точки и шерсть, как и мясо, найдет свою нишу на рынке селхозпродукции. О ситуации уже задумались на всероссийском уровне. Минпромторг предложил Минсельхозу инновационный проект «Текстиль», по которому предполагается создать на Северном Кавказе современную базу по переработке шерсти. Фабрику первичной обработки сырья планируется построить в Нивномыске, а производство пряжи организовать в Карачаево-Черкесии. Представители власти и общественных организаций сегодня поздравляли женщин республики. Традиционный торжественный вечер в ГКЗ в честь 8 марта в эти минуты проходит, подходит к концу. Кстати, в этом году отмечают еще и юбилей самого праздника. Международному женскому дню исполняется век. В фойе концертного зала развернута фотовыставка, посвященная женщине-труженице, женщине-матери. Но основное действие, разумеется, на главной сцене. Поздравление от имени главы КБР Арсена Конокова парламента и правительства озвучил вице-премьер Мухаммед Кадзоков. В современном мире женщина достигла больших высот во всех областях жизнедеятельности. Неоценим ваш вклад в развитие экономики, социальных и духовных сфер. В укреплении мира и согласия в республике. В Кабрино-Балкарии забота о женщине всегда была и остается приоритетной задачей органов государственной власти. Мы делаем и будем делать все необходимое для того, чтобы ваша жизнь с каждым годом становилась комфортнее. Создавались благоприятные условия для полной самореализации в профессиональных и общественных сферах. Со сцены звучат поздравления и комплименты, и, конечно же, любимые песни. Организатору вечера, республиканскому Минкультуры, удалось создать поистине праздничную атмосферу. А несколькими часами раньше в фонде культуры открылась выставка «Женщин-художниц» по-весеннему легкая. Так оценили ее первые посетители. Свои работы здесь представили как уже хорошо известные в республике мастера, так и молодые авторы. Экспозиция под названием «Радуга весны» проходит ежегодно в канун женского праздника. На этот раз представительницы прекрасного пола показали более трех десятков портретов, натюрмортов, пейзажей. Ольга Иванникова, Галина Пак, Сияра и Имара Акизовы, Людмила Булатова, Ассияд, Абаева. Эти имена у любителей живописи давно на слуху. Художницы заранее договорились, что все картины будут новые, нигде ранее не выставлявшиеся. Приятно удивила всех Елена Гейдельбрех, которая изготовила декоративные панно из шерсти и ткани. Окрашивая пространство авторской интонации, художник позволяет восприятию чуть-чуть подняться над обыденностью. Отозвались об экспозиции искусствоведа. Постановка на полмиллиона. Именно по такой сумме в прошлом году в виде грантов главы Кабардино-Балкарии получили музыкальный кабардинский и русский театры. И вот уже сейчас они практически готовы продемонстрировать, как господдержка отразилась на репертуаре каждого из них. Первый буквально через несколько дней представит новый спектакль «Кабардинская труппа». Елена Кушхова о театральной кухне. Министр культуры и художественный руководитель Кабардинского госдрамтеатра в одном лице на репетиции Руслан Фиров не так официально в кабинете. Тем более, что это последние предпремьерные прогоны «Орла и орлицы» Алексея Толстого. Русские классики о наших землячках писали нечасто, объясняет Фиров выбор драматургии. Именно под спектакль о жизни Ивана Грозного и его женитьбина Марии Тимрюковне театр и получил грантовые полмиллиона рублей. Был приглашен московский художник для исполнения эскизов этих костюмов. Вот костюмы, декорации, с постановкой сопряжено еще много. Нам не хватало света, мы докупили свет. Кстати, костюмы шились 4 месяца. В постановке задействована вся труппа театра. Премьера 12 марта. Обладателем гранта в номинации постановки для детей и юношества стал музыкальный театр. Но здесь ситуация немного сложнее. К сожалению, театр пока находится на ремонте. Поэтому мы, честно говоря, не знаем еще, где это будем показывать. Но мы через месяц-полтора уже будем полностью готовы. И если у нас получится, то мы планируем показать это во Дворце профсоюзов. А представить на суд зрителей труппу собирается балет по мотивам нардского эпоса «Волшебная свирель Ашамаза». Несмотря на отсутствие собственной сцены, репетиции идут полным ходом. В постановке задействованы еще и студенты колледжа и института искусств. Тем временем в мастерской эскизы художников обретают реальные чертания. На гранты главы Кабардино-Балкарии под свои проекты претендовали все театры республики. Но третьим обладателем стал русский драматический имени Горького. Отбирались наиболее масштабные проекты, которые, на наш взгляд, вызовут резонанс в республике. Не просто проходная какая-то пьеса и проходная постановка. Для постановки хорошего спектакля 500 тысяч сумма может и небольшая. Однако в Кабардинском театре на первые четыре премьерных представления «Орла и Орлицы» все билеты уже распроданы. Елена Кушхова, Осман Казаков, Марат Атруков, Вести, Кабардино-Балкария. И на сегодня это вся информация. Буквально через несколько секунд прогноз погоды на завтра от Зухры Пшихачевой. Напомню, наши информационные выпуски вы можете найти на сайте вести.кбр.ру. Добрых вам вестей! Вам, милые женщины, только в марте в Ленароптике скидка на все товары и услуги 8%. Пусть праздник будет целый месяц. В магазине «Уфис и дом» итальянские спальни от 98 тысяч рублей. Спальня в московских фабрик от 29 тысяч 990 рублей. Огромный выбор матрасов. Спешите. Город Нальчик, улица Кирова, 294. Добрый вечер! В четверг в нашем регионе распогодится. Будет относительно тепло, но немного витренно. Порывы до 5 метров в секунду обещает информагентство Метео Новости. Атмосферное давление 729 мм рт.ст. В Зульском районе ожидается небольшое потепление до минус 1. Весеннее солнце ослабит и морозы в горах. У подножия Эльбруса в дневные часы минус 8. В ночь на пятницу около 11 ниже 0. На 3 градуса выше поднимутся столбики термометров в Тернаузе. В Баксане, Чигеме, Норткале погода ясная, но значительного роста температуры не предвидится. 0,1. Сухую погоду синоптики обещают в Прохладненском и Майском, а также в Терском и Лескенском районах. Атмосферное давление, ровно как и погода, нормализуется около минус 1. Над Кашхата облаков меньше и морозы не такие сильные – минус 2. В Нальчике днем еще возможен минус 1 градус, малооблачно. Такую погоду на завтра обещают синоптики. Всего доброго.